СМИ Водитель Рено Дастер не уступил дорогу маршрутному автобусу и столкнулся с ним. В результате 43-летний актер стал единственной жертвой ДТП. Еще один человек пострадал и был госпитализирован. Кадры с места аварии опубликовал паблик ЧП Владимир в соцсети ВКонтакте. Актер родился 27 июня 1977 года в Москве и окончил курс Ольги и Юрия Соломиных Высшего театрального училища имени Щепкина. После завершения учебы в 1999 году Жулин прошел срочную службу на флоте. Затем до 2005 года он работал в Малом театре, где сыграл Петра Восьмибратова в комедии «Лес» Островского, Гведона в сказке о царе Салтане Пушкина, Федипеда в облаках Аристофана, Берона в усилиях любви Шекспира. Ироде в «Трех сестрах Чехова». Параллельно Жулин снимался в эпизодических ролях в кино, а в 2004 году впервые был утвержден на главную роль в фильме «Экстраскоп». Наибольшую известность актеру принесла роль Алексея Казарина в сериале «Александровский сад», «Александровский сад 2», «Три дня в Одессе» и «Охота на Берию». В возрасте 28 лет Жулин играл 16-летнего юношу. Известно, что в мае 2009 года актер ушел в монастырь и стал послушником, однако в 2014 году он вернулся в профессию, снялся в сериалах «Батаны» и «Барышни-хулиган». Ранее он также был ведущим телевизионной государственной лотереи «Спорт лото 6 из 49-ти». Стоит напомнить, что за два дня до Жулин от воспаления легких скончался его коллега и бессменный ведущий русского лото Михаил Борисов. Утром 20 сентября смерть 71-летнего артиста подтвердили в Театральном институте имени Щукина. Стоит напомнить, что за два дня до Жулин от воспаления легких скончался его коллега и бессменный ведущий русский лото «Батаны» и «Батаны» и «Батаны» и «Батаны».